привет друзья зовут меня юрий и мы сегодня снимаем новое видео по старинке я начну видео с высказывания из комментариев нет ума строй дома спасибо большое что комментируете мне очень понравилось сегодня я наконец-то сделаю обзор цен в магазинах больше а именно в бедренке потому что мы все время там скупаемся и наглядно в конце видео вам покажем что можно купить на 5 долларов и приготовить так сказать обед бомжа на 5 долларов ну что начнем пойдем так как друзья сегодня воскресенье мне пришлось чуть побегать чтобы найти тележку возле входа ее не было на видео вы видели что есть там тележки такие металлические большие но тут есть такой нюанс чтобы взять такую тележку надо вставить монетку либо два злотых либо как мы потом узнали наши 50 копеек туда подходят в принципе либо у некоторых есть специальная такая монетка которую выдают непосредственно магазины и мы уже в магазине имеем тележку и начнем пожалуй свой обзор с хлебобулочных изделий знаете почему потому что лет всему голова поехали вот мы находимся возле хлебобулочных изделий и начнем пожалуй с самого начала это вот такие тосты которые тоже очень популярны вот непосредственно их стоимость чтобы наглядно вы видели пройдемте дальше вот еще стоимость 239 в начале видео мы конечно смонтируем покажем вам отношение злотого в доллару к евро чтобы вы все видели вот хлеб половинка получается такого хлеба 400 грамм стоит 265 злотых но я считаю что это чуть-чуть дороговато вот еще дороже эти все половинки вот они все лежат наглядно их видно вот еще один хлебушек он стоит 2.99 тоже 2.99 а вот получается самый дешевый хлеб который мы возьмем потому что мы как бы хотели снять видео и показать вам наглядно что можно купить на 5 долларов и что можно приготовить вот тот самый хлеб который мы и возьмем и положим в тележечку я уже говорил о том что в польше очень популярны булочки и они берут их по 10 штук за раз большими партиями вот собственно кто-то их берет и вы наглядно видите что берут их не поштучно а берут их по 5 и 10 штук стоит они 29 грошей и пользуются огромной популярностью как бургер видимо вот еще булочки тоже стоят в принципе недорого можно набрать сколько вам захочется а вот та самая чесночная багетка которую я сам очень люблю но стоит она 2.49 это даже дороже чем булка хлеба очень популярна и очень любят особенно по утрам приходишь бедренку она тепленькая берешь покупаешь примерные цены на все такие вафли рулеты сладости своеобразные видите наглядно цены какие они стоят очень вкусно сладости тоже вкусные как в принципе и все остальное что тут продается в магазинах мы уже купили булку самого дешевого хлеба и сейчас находимся возле витрин с мясом и вам покажем сколько стоит мясо больше и тут конечно чуть чуть все сложнее знаете почему потому что все зависит от ваших личных предпочтений кто-то любит говядину кто-то свинину кто-то рыбу а кто-то вообще не ест мясо потому просто сделаем такой краткий обзор и купим пару ножек курицы для нашего обеда бомжа за 5 долларов вот сейчас мы находимся возле витрин с куриным мясом и вы видите цены которые тут есть в основном она продается все в упаковках по полкило но вот именно вот эта цена вы видите 15 злотых 89 грошей это за килограмм куриного филе если дальше смотреть то эти все цены которые вы видите здесь это за либо килограмм либо за упаковку в данном случае тут это за упаковку а здесь за килограмм вот продвигаемся чуть чуть дальше вот видите это целая курица целая утка все на любой вкус вот получается чуть чуть дальше мы видим индюк дальше фарш тоже все в пакетах все очень даже вкусно и я так понимаю что всем доступны цены вы как-то глядно видите мне еще нравится то что в польше постоянно действуют скидки особенно когда покупаешь 2 цена намного ниже вот вы видите вот была цена 12 злотых 99 грош а сейчас цена 8 95 такое очень часто и очень популярно а вот сейчас посмотрим на сколько стоит соусы баночка вермишелька это вот кстати если кого-то вообще ситуация плохая можно запаривать себе такую хинскую китайскую лапшу и жить себе и не тужить и хотелось бы сделать акцент на майонезе когда я приехал с украины в польшу я конечно не мог даже представить себе что майонез может быть таким вкусным и он весь тут банк если у нас есть такие пачки то тут такого нет я по крайней мере такого не встречал и он действительно классный вот хочется просто взять и намазать на хлеб и купить его можно в принципе тоже недорого за 6 злотых и и и и и и и и Для нашего обеда в 5 долларов мы возьмем мясо, а именно курицу, вот такой вот без костей, и стоит она 6,89. Вот видите, как оно называется, мясо суда курчака, и будем, так сказать, готовить с этого мяса наш обед. Сейчас мы наглядно вам покажем цены на морепродукты и чуть-чуть рыбки. А вот для любителей быстрого приготовления отдел такой небольшой, тут все можно купить, микроволновку разогреть и кушать. А вот здесь находится картошечка фри, которая тоже тут пользуется огромной популярностью, и купить ее можно в таких больших упаковках по одному килограмму. Тоже недорого, 3,99. Купили хлеб, купили мясо, сейчас мы находимся возле отдела каши, и, собственно, купим себе вот такую кашу, которая, как в ванну называется, стоит она, эта упаковка, 2 злотых. И вся каша в таких маленьких пакетиках, которые можно сразу готовить в пакетиках, это очень удобно. И, в принципе, у нас такое тоже есть, но цена отличается от развесной каши, поэтому у нас покупается, в принципе, каша на развес. А тут оно все такое пакетировано и удобно, быстро готовится, не надо мешать стоять возле плиты. Вот вам наглядно стоимость риса. Упаковка в 600 грамм стоит 2 злотых 29 горошек. И тоже он в пакетиках, что очень удобно. Сейчас я, друзья, вам наглядно покажу стоимость гречки, которая такой ажиотаж вызывает. Смотрите. Вся она в таких пачках, исходит эта пачка 269. Но в этой пачке 4 таких маленьких пакетика по 100 грамм. Вот так, собственно, выглядят вот эти пакетики. Тут так вот сделаем. Вот так выглядят эти пакетики. Можно бросать в кипяченую воду, но варится. Не надо стоять возле плиты, тратить свое время. Очень удобно. Так как мы уже купили хлеб, кашу и мясо. Сейчас мы вам покажем цены на сосиски, колбасы и сыры, которые пользуются такой тут популярностью. Ну, давайте подойдем поближе. Вот сразу наглядно хотел бы вам показать те самые легендарные сосиски, килограмм которых стоит, ну, на данный момент это 6 злотых. Вот. И когда с Украины приезжаешь в Польшу, первым делом, что делают наши, они покупают эти сосиски, едят, едят и едят. Вот. Теперь смотрите. Вот дальше. Это любимая моя колбаса, которую я довольно-таки часто покупаю. Она продается в таких пачках. Это куриная колбаса. Стоимость одной упаковки 7,49 за 400 грамм. В принципе, доступна и вкусна, что тоже немаловажно. А вот, кстати, самая популярная колбаса среди поляков. Я вот когда с ними работаю, они очень часто покупают эту колбасу в обед. И вот так вот они ее открывают и просто едят с букой. Стоимость такой колбасы злотой 49 за 100 грамм. То есть килограмм почти 15 злотых. Это очень дешево. Также вот, смотрите, есть палка колбасы. Вот такая она, огромная палка колбасы 600 грамм. Стоимость 12 злотых. Очень вкусная. Мы брали, пробовали. Очень вкусно. И того, чего действительно у нас нет, это кабаносы. Кабаносы тут пользуются огромной популярностью, но мне они особо не нравятся, если вам скажу честно. И стоят они довольно-таки дорого за 300 грамм. 8 злотых. Ну, мне кажется, есть вкуснее продукты. Но многие говорят, что им нравится. Как по мне, так не очень. Тут, в этом отделе, есть колбаса, палка которой стоит всего лишь 2 злотых. Вот, собственно, вот эту колбасу я бы вам хотел и показать. Хотел бы сделать акцент на колбаске, которая стоит, смотрите, она стоит, палка колбасы 450 грамм 2 злотых. Она действительно такая докторская колбаса варенка. И очень-очень вкусная. Многие ее покупают, но вы сами видите, что пачка пустая, ее практически не осталось. И очень довольно-таки подходит к салатам оливье. Вон так же она есть, ее кто-то там спрятал. Наверное, сами работники хотят себе домой ее забрать. Вот, ребята, кстати, паштетик, который очень тоже такой вкусненький. В принципе, можно его купить, недорогой. 375 грамм 4 злотых стоит. Вот также очень вкусный кусочек мяса. Это шинка. 2,99 за 100 грамм. Ну, такой кусочек злотый 2. Злотых так 20 выгодит. Вот, ребята, наглядно вам покажу сыр за 19 злотых пилотам. Вот он такой очень вкусный и доступный для каждого. Вот, положим назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще, ребята, тут мы не засняли определенный участок, где продается красная рыба. Я думаю, это тоже будет многим интересным, потому что некоторые любят красную рыбу. Я не особо ее люблю, но мне как-то все равно. Смотрите, в этом отделе есть красная рыба. Она довольно-таки дорого стоит, но, в принципе, также доступна. Если вот смотреть по ценам, цены эти все примерно за 100 грамм, чтобы вы понимали. Вот. И тут также продаются суши. В Польше суши не пользуются особой популярностью. И стоят они колоссальных тут денег. Просто, если сравнить даже с ценами на Украине, они очень дорогие. И, вы знаете, я не думаю, что... Мне бы хотелось бы тут есть суши. Особенно покупать их в магазине. Мы находимся в локе чая. Я вам покажу, как он выглядел и какие тут цены. В принципе, говорят, что в Польше нет особо хорошего такого чая. Называется он, кстати, тут хербата. Странное такое слово, как по мне. Вот мы находимся сейчас возле кофе. Вот стоимость кофе. Это то, что без чего больше жить невозможно. Особенно под теми физическими нагрузками, которые тут есть. Так как я люблю овсянку, кушать по утрам, вот сейчас вам, собственно, покажем цены на овсянку, которые тут есть. Не продаются в пачках и довольно-таки легко запариваются. А вот ниже молоко пакетированное. Вот стоимость такого молока примерно 2 злотых за литр. Сейчас мы вам покажем стоимость джемов. Джемы, кстати, в таких маленьких тут баночках стоят они максимум до 4 злотых и очень вкусные. Можно покупать и наедаться любого джема, которого вы любите. Но вот, допустим, мед, который сейчас я вам покажу, очень дорогой тут. В Украине он намного-намного дешевле. А вот это любимая такая намазка всех без исключения, которую многие привозят с Польши в Украину, так сказать, как подарочек. И стоимость такой баночки всего лишь 4 злотых. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К нашему обеду полагается салатик. И, собственно, мы сейчас возьмем все необходимое для этого. Возьмем огурец, помидорку, картошечку и морковочку. Пошли. Даже несмотря на то, что сейчас зима, тут, в принципе, купить помидор тоже можно за 8 злотых килограмм. Я думаю, что это недорого и, в принципе, доступно для каждого. Также, вы знаете, что мне очень нравится, это то, что у нас тут нет таких гор грязной, немытой картошки и вообще немытых овощей. И вот, собственно, мы сейчас находимся возле огурцов и еще возьмем один огурец. Наверное, вот этот, он какой-то посимпатичнее, чтобы сделать салатик. Вот такой, самый большой, красивый. Стоит это все удовольствие 7 злотых за килограмм. Для нашего обеда мы также возьмем морковочку. Вот у меня уже тут приготовлен пакетик для этого. Вот, собственно, одну морковочку, такую небольшую, мы возьмем, чтобы приготовить наш обед бомжа. Покажем вам цены на овощи. Мне очень нравится то, что тут все мытое, аккуратненько сложено. В принципе, ты можешь даже не одевать никакие пакеты на руки, либо перчатки такие, и не замрать свои руки. Также мы возьмем картошечку для нашего обеда, возьмем пакетик. Вот, это будет довольно-таки несложно, быстро. Стоимость картошки тут примерно злотый за килограмм сейчас акция. Мы возьмем две картошечки, такие крупненькие. Ребята, вот сейчас мы находимся в отделе возле сладкого. Это, так сказать, чтобы успокоить свои нервы, мы возьмем в обед бомжа шоколадку, которая стоит примерно 3 злотых. Тут, конечно, цены нет, но я знаю, что она стоит до 3 злотых. В принципе, это очень доступно и недорого. Вот в Африке стоит 4,69. Вот дальше печенюшечки. Вот, и они, кстати, по-польски звучат так же, как и у нас. У нас печенье, у них печиво. То есть, или частка. То есть, в принципе, опять же, доступно. Вкусно и очень вкусно. Вот то самое печенье, которое очень мне нравится. Очень оно такое вкусное. И стоит оно всего лишь 4,99 за большую упаковку. Вот, находимся мы возле подсолнечного масла. Вот видите, сколько стоит бутылочка. 4,69. В принципе, тоже цена доступная. А сейчас наглядно мы покажем вам. Яйца, которые уже, видите, в воскресенье все разорвали. Все, как это яиц. И, кстати, я могу вам сказать так. Недавно яйца больше подпрыгнули два раза. Почему? Никто не за это. Возможно, это не сезон. Возможно, они еще упадут в цене. Если была раньше цена 3 злотых, то сейчас 6 злотых. Вот сейчас мы вам застимем стоимость молока. И, кстати, молоко тут действительно по качеству очень и даже очень. И стоит литр такого молока, стоит злотых 89. Все, оно находится в холодильнике и имеет срок годности не больше 50 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, вот я взял йогурт, которым мы заправим наш салатик. Обед бомжа, напоминаю вам. Почему я не показал, как я его беру с полочки? Нас, получается, там выгнали оттуда. Ну, ребята там работают, девчонки работают. Они спрашивают, есть ли у нас разрешение на съемку. Мы им говорим, что это для нас, для личного пользования, для того, чтобы... Мы ничего, в принципе, не нарушаем. Ну, вот так вот получилось. Вот взяли. Стоимость такого йогурта стоит 79 грош. Но могу сказать так, что в Украине я, по крайней мере, не встречал такого йогурта, натурального, безвкусного йогурта, который вот тут есть. И очень удобно и вкусно им заправлять салат. Сейчас мы находимся возле сока. А дело с соком и водой газировано. Вот смотрите, чтобы утолить жажду во время нашего обеда, возьмем бутылочку воды среднегазованной. Бутылка такой воды стоит 60 грош. То есть, вообще доступна. А такую бутылку воды, 5-литровой баклажки, мы берем себе домой. И стоит такая 5-литровая баклажка полтора злота. Это не газированная вода. В принципе, очень даже. Субтитры добавил DimaTorzok Сейчас мы находимся на газированных напитках. Вот, собственно, энергетики. Я могу вам сказать так, что они пьют их по несколько банок в день. Ну да, в принципе, это доступно. Вот если посмотреть на цену, она стоит 2 злотых за банку. И они покупают несколько таких штук. И пьют, 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 не жалея свое здоровье. Вот, ребята, помните, мы не знали цену на шоколадку. Сейчас ее проверим. Это очень удобно. В Польше, во всех магазинах есть такие, которые действительно работают. Ребята, работают. Такие читники, как называют, считывая тебе цены. Сейчас посмотрим, сколько стоит эта шоколадка. Шоколадка эта стоит 2 злотых 69 грош. Очень удобно. Здесь можно приходить и проверять цены. А вот, собственно, еще можно посмотреть, сколько стоит каша, которую мы купили. Злотый 99. Сейчас мы находимся в воде с пивом. И могу сказать вам, друзья, что в Польше пьют огромное количество пива. То есть они не покупают по одной баночке. Они, как правило, берут такими блоками по 4 штучки и сразу пьют. Сойность пива, пиво тут, вот, допустим, тоже это польское пиво. Сойность банки 3,49, но при закупке 3 банок сразу цена снижается. Вот то самое знаменитое пиво Лех, которое очень славится в Польше. Оно действительно вкусное. Ребята, я пробовал, оно действительно вкусное. И стоит такая баночка 3 злотых. То есть оно, в принципе, и не самое дорогое, и не самое дешевое. Цена такая средненькая. Парадокс может быть и нет, но у нас все пиво в пластиковых бутылках. И оно прям завалено полки этим пивом. А тут наоборот, то есть все пиво предпочтительно в таких банках, да, в пушках, как по-польскому это звучит. Но пиво в бутылках пластиковых его нет. Вот единственное пиво, которое тут есть в пластиковых бутылках. И стоимость такой бутылочки 3,25 забита. То есть это действительно доступное такое пиво. Я пробовал тоже неплохое пиво. Вот, ребята, хотел бы вам показать, почему в Польше так много людей пьют. А вы посмотрите на цены. То есть, в принципе, бутылочку вина можно взять за 15 злотых. И вы знаете, это вино будет польское. И действительно оно вкусное. Вот мы пробовали разное вино, итальянское, французское. Я могу сказать, что польское не уходит далеко по качеству. Вот, ребята, мы находимся возле алкоголя. И я вам показываю, какие тут есть шкалики. Это шкалики очень удобная на самом-то деле штука. И придумано не зря. Вот устал от работы, взял себе шкалец, перевернул. И весь доволен, ходишь, жизнь удалась. И стоимость такого шкалика, я вам скажу, где-то 10 злотых. То есть, в принципе, тоже можно купить. Взял какой-то кусочек колбаски, булочку, съел и все довольны. Все, мы все уже купили. В принципе, так вкратце вам показали, какие тут цены. Идем бороться с очередью, потому что тут колоссальные на самом-то деле очереди. Особенно, когда после работы идешь, и надо зайти в магазин и выставить минут 15 в этой очереди. Это просто невыносимо. Собственно, то, что мы купили, вот оно стоит в корзине. Сейчас мы стоим на кассе. Подойдем, огромные очереди, что тут сказать. Расплатимся и покажем, что получилось в итоге. Вот, собственно, ребята, мы скупились. Потому что сумочка совсем необходима. И вот получилось у нас 17 злотых, 10 грош. Это как раз те 5 долларов. И, собственно, уже завершая наше видео, я хотел вам показать интересные камеры хранения, которые тут и здесь включили. Но чтобы закрыть ее, надо бросить сюда 2 злотых. Когда бросаешь сюда 2 злотых, 2 злотых, бросаешь, закрываешь, тогда ключ поворачивается. И можно его вытянуть. А сейчас, видите, его невозможно вытянуть, потому что нет тут 2 злотых. И, получается, они падают сюда, когда ты закрываешь. Вставляешь ключ, открываешь, забираешь 2 злотых и уходишь домой. Все, на этом, в принципе, заканчивается наше видео. Мы постарались вам передать все цены, все, что тут есть. Даже несмотря на то, что нас пытались тут выгнать и говорили, что нельзя тут снимать. Видимо, может, так оно и есть. Я этого не знаю. Мы скупились на 5 долларов. Конечно, вы можете любые варианты рассматривать на 5 долларов, но мы выбрали именно это и покажем вам в конце такую небольшую зарисовочку того, что мы с этого всего приготовили. Так что, будем на вам дальше снимать. Спасибо большое, что комментируете. Спасибо большое, что подписываетесь. Ставьте лайки. И нажимайте на такой колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео на канале. Пока-пока.